Прошу вас, присаживайтесь. Дорогие друзья, уважаемые мастера искусств, сегодня прекрасный вечер. Он венчает праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости нашей страны. Дорогие друзья, мы, как с вами и договаривались в свое время, отмечаем его здесь, уже традиционно в нашем Большом Театре. Рад видеть всех вас в добром здравии и поздравить с этим великим праздником. Для нас, белорусов, независимость – это свобода и жизнь, которая нам подарила поколение победителей. И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках. Ни один народ мира не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы. Созидаете ее вы, люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами, на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, и это останется. Ваше творчество – это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета. Во многом и от вас зависит, будет ли наша независимость укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом мы должны думать и помнить, а что мы передадим новому поколению, которое идет за нами и стучится уже в дверь. Обращаюсь не только к награжденным деятелям культуры, ко всей творческой семье, к наследникам победителей, которые и в мирное и в военное время всегда были со страной и со своим народом. Искусство приближало великую победу. Артисты защищали родину, поднимая боевой дух солдат своими концертами на передовой. А кто-то и воевал с оружием в руках, как артисты нашего большого. Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. Да, к сожалению. Но не забывайте, мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны, войны информационной, экономической, в условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет завтра Беларусь, каким будет будущее наших беларусов. Скажу прямо. В погоне за громкой славой не теряйте чувства меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира. Не сомневайтесь, ваш талант всегда будет оценен по достоинству. Ни один гениальный проект не останется без внимания. Это я вам гарантирую. Искренне желаю вам творческого вдохновения, признания и успеха новых ярких проектов на благо нашей Беларуси. Ну и как мы с вами железобетонно усвоились, каждый год, 3 июля, в этот прекрасный вечер, мы будем чествовать, ну, как вы определились прежде всего, лучших из лучших. Прежде всего, определялись вы, а мое дело или отклонить, или поддержать ваше предложение. Я их поддержал, и вы увидите этих достойных людей. Поэтому разрешите выполнить конституционную обязанность. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»